Начнем, безусловно, с самой главной темы дня. Глава государства подписал указ о частичной мобилизации. По словам президента, это необходимо для защиты нашей страны, ее суверенитета и территориальной целостности, а также для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях. Чего ждать от частичной мобилизации и что думают о сложившейся ситуации наши земляки, имеющие немалый боевой опыт? Об этом в первом сюжете нашего выпуска. Одним из первых на нашу просьбу о комментарии отреагировал гвардии полковник, председатель Тверского регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» Андрей Савельев. Всем надо немножечко успокоиться. То, что решил президент, это было давно уже предсказуемо. И сообщество ветеранов, профессиональных военных уже давно об этом говорило. Ну, не справляемся мы теми силами, которые сейчас у нас на Украине. Потому что думали, что воюем-то, в общем-то, с украинским фашизмом, а получается, сейчас воюем со всем блоком НАТО. И те силы, которые сейчас на Украине, они явно недостаточны. Поэтому решение абсолютно правильное. Наш Союз десантников его всецело поддерживает. Мы это неоднократно заявляли, что если Родине не понадобится, наши силы и наши знания, то мы готовы в первых рядах встать в строй, чтобы защищать свою Родину. Так как это, в общем-то, всегда и делали настоящие русские мужчины, наши деды, наши отцы. Поэтому никакой проблемы, в общем-то, большой. Я в этом не вижу. Удел всех мужчин защищать своих родных, близких, защищать свою Родину. А вот мнение Игоря Пивницкого. Возглавляемый им Центр довозовской подготовки «Призыв» воспитал несколько поколений профессиональных военных. Многие из них сейчас на передовой. Это решение нас, наш народ избавит от большей беды. Решение своевременно. И начальник генерального штаба вышел с предложения президента. И сделали оценку, на мой взгляд, справедливую, что тех сил, которые там были сформированы, созданы, однозначно недостаточны были. И мы это понимали, и генеральный штаб пришел к этому решению. Мы ветераны, являясь ветераном, конечно, в этой ситуации не останемся в стороне. И найдем свое общее место в строю с военкоматами, с воинскими частями, среди молодежи. Долгие годы патриотическим воспитанием школьников Верхневолжья занимается заместитель председателя регионального отделения «Союз десантников», а ныне депутат Тверской городской думы Алексей Виноградов. У меня с самого начала специальной военной операции лично не было ни малейшего сомнения, что план у президента есть, он четкий, и он будет ему следовать, как верховный главокомандующий нашей страны и глава государства. У меня нет никаких малейших сомнений, что на референдумах в Луганской народной республике и Донецкой народной республике будет принято подавляющее большинством голосов решение о вхажении в состав Российской Федерации. И таким образом, после включения этих республик в состав Российской Федерации, мы будем уже на совершенно однозначных условиях защищать территорию своей собственной страны. А защищать мы ее будем от любых посягательств. А вот мнение о происходящем жителей областной столицы. Конечно, надо бы покончить с этим безобразием. Правильно в делу. Слова президента для нас должны исполняться. Тем более в такой день, когда Рождество Богородицы. Каждый судит по себе. Понимаете? Для кого-то хорошо, для кого-то плохо. Один за всех не может ответить. В Родину-то, конечно, надо защищать. Но положительно отношусь. По нашим данным, во второй половине дня, 21 сентября, губернатор Тверской области встретился с военным комиссаром региона. О том, как будет проходить частичная мобилизация на Верхневолжской земле, и кто будет подлежать призыву, мы расскажем в следующих выпусках новостей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok